Современный человек с трудом ходит в театр. И причина тут вовсе не в отсутствии денег. В провинциальных городках театров почти не осталось, а жители мегаполисов присыщены информацией и активной жизнью. Поэтому классический Шекспир на сцене привлекает лишь самых преданных театралов. А остальную аудиторию в Кыргызстане решили буквально завлекать. Там теперь не зритель ходит в театр, а театр к зрителю. Что из этого получилось в материале моих кыргызских коллег. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Никогда театр в Бишкеке не был так близок к утверждению Шекспира, как сейчас. Когда зрители не идут в театр, то театр идет к ним. И актеры в поисках своего зрителя вышли на улицы города. Первый уличный и экспериментальный театр в Бишкеке пригласил своих зрителей на новоселье, в небольшую квартиру городского микрорайона. Обыграть новое пространство актеры решили танцами с архитектурой. Во время представления как актеры, так и зрители могли передвигаться из одного помещения в другое. Я думаю, вообще у нас в Центральной Азии очень сложно с именно таким экспериментальным театром, с исследовательским театром и с какими-то смешанными вот этими форматами, нестандартными. У нас театр же очень консервативный. Поэтому то, что я вижу, мне очень нравится. Современный зритель с трудом выдерживает несколько часов в зрительном зале, поэтому в театр ходит редко. Тогда актерам приходится идти ему навстречу. Под стать требованием времени меняются форматы, инструменты, да и темы спектаклей. Искусство в буквальном смысле оживает. Время все пока поставило берега с ногами. Театральные шекспирские театры, страсти, трагедии вышли на площадь, на улицу. Люди сами играют в этой трагедии, и люди превратились действительно в актеры. Это, конечно, с одной стороны хорошо, с одной стороны печально. Театр потерял своих зрителей. Ну, вы знаете, театр из театра, это эмоциональное воздействие на зрителя огромное. Живому искусству не нужны объемные декорации. Современный театр мобилен. Например, этот театр пригласил своих зрителей в кинозал. Только вместо фильма на сцене идет спектакль в костюмах. Это пьеса о перевороте в Кыргызстане в 2010 году. Разобщенность политиков и народа передана образами и действиями животных. Спектакль называется «Единство». Его посыл ясен для зрителя любого возраста. Сила всегда в единстве. Будь то единство народа и власти, или людей с природой. Единство – также основной принцип этого театра. Здесь актеры вместе с режиссерами сами придумывают постановку. По задумке режиссера из Берлина, в спектакле все актеры перевоплощаются в героев кыргызского эпоса «Манас» и немецкого эпоса «Зигфрид». Хотя эти эпосы разные, они на самом деле одинаковые. Герои красивы, сильны и здоровы, практически совершенны. А кто может сыграть такого совершенного героя? Для многих профессиональных актеров играть на сцене вместе с людьми с ограниченными физическими возможностями тоже в новинку. Лично мы как бы так и такого близкого контакта, наверное, даже и не было. Мы просто вот именно стороной, может быть, даже обходили, как бы не замечали, не придавали какого-то значения. Но сейчас, в данный момент, конечно, мы видим, что все люди, вот именно у каждого человека бьется сердце, есть какое-то мышление, есть какое-то развитие. И теперь, да, и получается, что мы уже не так думаем и не так сторонимся, как раньше. Сейчас уже для нас все люди как бы равны. Таким экспериментом режиссер надеется изменить границы как театра, так и сознания зрителей. Ведь в современном театре, как и в жизни, есть место для всех.